Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю знакомиться с Humankind. Всё ещё в раннем доступе, всё ещё не полная игра, но уже дают 4 эры поиграть. И вот сейчас мы как раз во вторую будем переходить. Надо будет выбрать новую культуру. Но если вы пропустили начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Собственно, давайте я вот сейчас начну выбирать, за какую культуру мне сыграть. Теперь у меня было Джоу. Я думаю, мне что-нибудь научное. Так, у нас есть греки, метод Сокрада и, кстати, амфитеатрон. Ну, амфитеатр, давайте я буду говорить. Амфитеатр ещё и культуру даёт. Вот это, в принципе, с предыдущими бонусами Джоу. Подходит. Ну, кельты не очень как-то на еду. Готы. Хм. Готы Тумолус. Ну, не знаю. Нет, а вот кавалерия не очень, я так и не смог воспользоваться уникальным юнитом Джоу, потому что мне меди не хватало. Гуны. Вот Маурии. И Маурии... Ничего хорошая, они всё-таки там рядом с Джоу как-то, рядышком. Ну, тут получается и на науку... Ну, тут 100 науки за каждого независимого человека под пандронажем. Это, видимо, вот из этих независимых племён надо будет как-то делать. А вот это мне не очень в данном случае. Так, майя у нас на производство. Ахаменицкие персы. Эти, наверное, всё-таки греков давайте. Метод Сократа. Две науки за каждого учёного в городе или аванпосту. И уникальный район плюс три влияния за каждую эру. И плюс два влияния за каждый соседний район. Давайте греков. Хотя гоплиты ненамного сильнее, чем эти 28-6. Помните, я говорил в обзоре, что гоплиты будут какой-нибудь бонус за соседство иметь? Да, смотрите, реальное описание фаланга, ну, способность гоплитов фаланга даёт дополнительную силу юнитам за каждый соседний юнит с такой же обилкой фаланга в соседней клетке. Класс. Я тут немножко соображаю. Ну, греков. Подтверждаю. Следующий мультик. И мы вышли в античность. Немножко перерисовалась. Обратная реакция или ответная реакция? Население просит лидера адаптироваться к иностранному влиянию и... Так. Как-то посмотреть. Ага. Легитимность. Ага. То есть у нас не приняты определённые цивики. У нас есть одно... Один... Одно очко, да? И вот здесь... Или нет, или не здесь против... Что нам предлагают принять вообще? Меня больше интересует, почему... Альмеки так сильно влияют. Хотя они... Они ещё альмеки, интересно? Да, они ещё альмеки. Тут их способность никак не описывается. Почему у них такая... Такое большое влияние культуры вообще, в принципе. Так. Можно вот так посмотреть. Что-то у них 7,4 идёт. А с меня ничего не идёт. По какой-то причине. Сюда 15, 4, 4, 10. 4, 2. Оппоненту надо на 20% больше влияния, чем у вас, чтобы... Захватить территорию. Это очень интересно вообще. А тут... Переконвертится в альмеков через 3 хода. С какой стати? Причём, а эта территория у меня относится вообще? Да, это к этому городу у меня относится. Хм. Так, вот я могу промальгейт принять. Это если я приму легитимность вместо Customer Lows. Причём я не... Мне не требуются цивики какие-либо использовать. Так, давайте глянем. Что у нас... Значит... У нас принято вот это. А так... Слушайте, а почему нет? В принципе, я аванпост присоединил уже. Я что-то не думаю, надо ли мне ещё территорию... Я думал так поиграть пока. Давайте попробуем. Действительно так и сделаем. Иностранное влияние заставило вас поменять. И новые бонусы. Теперь мы можем вот эту фигню запустить. Конвертит производство в науку. А давайте сделаем. Это 74 производства пойдёт в науку. Так, на 5 ходов. Но тогда мы тут не сможем ничего строить. В принципе, я не думаю, что мне тут что-то сейчас и надо. Прям так. Так, кстати, давайте амфитеатр глянем. Странно, почему амфитеатр минус 5 стабильности даёт. О, вау. То есть оно будет плюс 2 стабильности и плюс 6 влияния, да? Если амфитеатр здесь построить. Нет, давайте ещё на науку хочу запустить. 153 науки. Улетаем. Улетает тучка. Так, ну это переключение между эрами. Так, что я хочу? Давайте сначала философию. Школы откроем. По-моему, там, кстати, есть... Так, потом армию. Железо откроем. Более крутые стены. Администрация, транспортная, галера. Потом гидрология, вот так. Ну, я просто на 5 ходов ускорена наука. О, фига себе, я уже философию открыл. Не по-моему, почему я... Пооткрывал эти техи так быстро. Фига себе. Что сейчас было. Ну, давайте тогда пока... Вот эти техи дальше поставлю. Это я пока не понял, почему я так быстро открыл эти технологии. Сколько вообще науки вход? Где-нибудь 190. А теха стоила 225. А потом, может, я ускорил прям, но у меня две техи просто на ровном месте открылись. Вот так я и в этом городе могу ускорить. Короче, я на 5 ходов ускорил в обоих городах технологии. У меня 245 науки стало. Вау. Просто вау. Так. А где у меня армия вообще? Это у нас скауты. Так. Скокину с районами остались между мной и хитами вот эти раз-два-три района, и между мной и альмеками вот этот район. Ну, на альмеков у нас нехило... В общем, альмеки нехило так на меня давят. О, слушайте, а что это такое? Почему оно зеленым так отмечено? Какой-то лес, прям, заросли леса считаются. У нас какой-нибудь... Подозрительный. Можем какой-нибудь договор об открытых границах сделать? Или просто, хотя бы, показать столицу? Генериус. Очень генериус. Ты думал, что я бы купил это? Открывайся от моего сайта. Я вижу. Как интересно. Что-то, какой-то психопат. Блин. У него железо есть. А, у меня, кстати, тоже железо есть. Но это надо будет, конечно... Железо и кони надо будет обработать. Хетты вообще, он все обрабатывает. О! В Асукане еще появилась, видите? Минорная фракция. Мне вот эту бы территорию открыть как-то. Ну, в принципе, я уже все вижу. А с хеттами есть какая-нибудь возможность... Открытая игра. Я не могу, у меня... Надо одну армию как-то привезти домой. А этот что ресурс дает? Две науки за каждого ресерчера. За 83. В принципе... Почему нет? Так, ну эти сюда доплыть не могут. Знаете, давайте я, наверное, разделю все равно скаутов. Этого сюда приведу. Этого одного тут оставлю. И одного просто хочу территории засвечивать и... Следить вообще... Что тут где происходит. Так, этот тут стоит. Мне кажется, он на эту территорию Альмек хочет. Так, гидрологию открыли. Мельницы. Использование реки. Плюс два слота для рабочих. И плюс одна индустрия на реках. Ну, плюс одно производство вот на клетках реки. Так, еще четыре хода у нас тут. Это научное ускорение. О, поменяли. Альмеки поменялись. Маурия стали. Так, отлично. И хеты поменялись. Стали готами. Вау. Гот Влад. Так, кто еще? Блин, я не помню, кто вот это был. Желтые стали ахиминидами. И персы, кстати, до сих пор город не основывают. Не персы, а сирийцы. Так, еще Египет не поменял. Микены стали гунами. Блин, а кто этот был? Нумибийцы, по-моему. Нумибийцы, да. Блин, не дает пройти здесь. Мудрость других. Ваши торговцы бороздят мир, добывают богатства на рынках. В общем, новые цивики открылись. Но у меня пока... А, у меня есть. У меня есть. Так, авторитет знаний. Так, знания старейшин или древних. Или иностранный инноваций. Значит, плюс одна наука за число торговых путей в город и аванпост. Ну, кстати, да, вот это мне... У меня торговых путей уже, по-моему, 4 штуки. Хотя это сейчас не сильно добавит, но... В принципе-то... Не показываю тут, сколько откуда науки. У меня как минимум... Две науки. Ну, тут, видимо, два торговых пути идет. И сюда два торговых пути. Я, по-моему, 4 торговых пути, в принципе. В городах у меня пока не строится ничего, потому что изучается. Я быстро все изучаю. Видите, основная... Кстати, в той... Зато у нас у меня была основная культура. Я тут не очень набирал очки. А вот здесь наука. И я тут, я думаю, что... Как раз много всего открою. Как ни странно. Так, что у нас еще? Звездами... Воинские звезды. Звезды торговцев. Блин, 3000 надо набрать. Нифига себе. Агрария – это население. Каспансионисты – территория. Эстеты – культура. И строители районы. Плюс одна ксила. Когда мы в своих границах. Тоже тут стоит, видимо, как-то контролирует проход. Так что, еще один? Да. Еще одну очку цивиков. Ну, вот это я не хочу пока... ...принимать. Ну, вот тут уже нормально у меня влияние начинается. Ну, странно, почему влияние Маурев на хетов такое большое. Вот это все-таки пока не очень понятно мне. Так, получил звезды. За количество тех. Следующая 22. Ну, у меня, по идее, два хода осталось и... О, еще какой-то... Какая-то цивилизация. Или это... Или это наша ачивка? Хетты чудо построили? Вау, интересно, какое. Ах, Катя, обратите внимание, что те... Те... Похожие... Ресурсы, которыми мы торгуем, они подсвечиваются. Так, интересно, где это чудо? Что-то я не вижу особо чуда. Ассирицы предлагают торговать всем. Единственное, что они не могут город основать, и поэтому не торгуют никак. Не понимаю, какие у них проблемы, честно говоря. Последние в их линии. Много... Много прислужников из дворца города Фингао были кастрированы по команде местного правителя. Те евнухи верят... Ну... Короче, я... В надежде, что эти евнухи будут более лояльными, и... Они играют несколько ролей от прислужников до... Охранников. Как вы смотрите на... На это событие? Принять. Экономическое... Экономическое развитие империи подвинуться больше к индивидуализму. Наказать. Больше к авторитарности, и... Соответственно, в городе ставить на 5 больше промышленности, но и на 5 меньше стабильности. Либо... Адаптироваться к этому. А вот эти... Линии, это вот эти... Вот тут показывается. Это у нас... Ну, это как бы идеология, грубо говоря. По-моему, это коллективизм, это индивидуализм, это открытость миру, это... Закрытость, ну и так далее. Вот в данном случае... По моему развитию я имею плюс 10% к науке и плюс 2 к влиянию. Видите, здесь плюс 5 к проценту во всех городах, а это плюс 20% к столицу. То есть, если ты меньшим количеством городов играешь, то это, конечно, круче. Ну, например, двумя городами, то сюда круче. 20% еды в городе или вон посте, а тут 20% стабильности. 20% денег, 20% производства. Наука влияния. Наука влияния. Ну, сложный выбор, честно говоря. Давайте, наверное, адаптируемся. Еще какое-то мировое событие произошло. Не мы открыли. Ну, там, походу, хетты все-таки науку... Чудо построили. Так, стоим тут. Генеры. Очень генеральный предложение. Наверное, откажет. А, не принял, принял. Постепенно будем улучшать Отношения с хеттами Ну я через ради проверки Там с ним войну Так и 5 ходов следующее можно Предлагать Так Так Ночные рейды Парад Хорсмор Кстати а где наш уникальный юнит Ага мы его уже открыли Мастерство За каждый производственный квартал На территорику лучше Еще два хода у нас работает Между прочим Вавилоняне предлагают торговать всем Согласимся И Кстати а я не могу Тот юнит Корейский тот юнит не остался у меня Остался Так ну ка И Так Египет что то предлагает Да тоже всем торговать Так у египта есть медь Но мне не хватает Тут денег хорошо А вавилон Который Правда уже не вавилон Не вавилону все еще вавилон И с ним не хватает Блин жалко Так ну что Благовония по моему я уже смотрел А мне это не Ой сирийцев нечем Так этим всем я Торгую С египтом не хватит Денег Да просто не хватает денег Чтобы Доставлять К сожалению Кстати интересно Если я несколько буду покупать Видите вот у меня Обсидиан Одно я уже покупаю Ну и Шафран я Кого то другого покупаю Но если я буду еще один покупать У меня Денег не хватает То будет ли он давать Два Ну грубо говоря Десять стабильности И две еды За каждый район Вот Теперь Видите мы можем Закончить Этот фокус Теперь можем остановить И начать производство Я думаю что Так и надо сделать В принципе Мы сейчас науку ломанули В столице точно надо Потому что Мне тут надо Аж Два Ресурса Обработать Лошадей Сначала лошадей Потому что У меня Конюшни стоят В городе Потом Железо Так Строим Было Короче там Под 250 Науки Да Может тут продолжить Науку Или не Надо районы делать Стабильность 100 Что-то мало тут Влияния А за что У него там Соседство За каждую Эру И за каждый Соседний район Не ну В принципе Можно Все равно Соседние районы Сделать Правильно Так А тут У меня Производство За каждую Медь Но это Не в этой За каждый Лес Блин Лес Вот тут У меня Может В ту Сторону Проложить Производственный Район Блин Мне вот тут Предлагают Плюс 5 А Давайте Наверное Тут Производственный Тут Культурный Вот так Поставим Так И здесь Вот 91 А было 200 То есть Грубо говоря Я В 2 Сполненной Раза Науку Ломанул На 5 Ходов Неплохо Вы У меня Видите Как бы Я вот Просто Вот эти Техи Открою И буду сидеть Потому что Я в третью Эру Пока не могу Выйти Поэтому Как бы С другой Стороны Слишком Я им Предлагать То есть Это Только Когда Они Сами Будут Предлагать Очевидно Жаль Жаль Так Как у нас тут Культурное Влияние Вообще Ну Более 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 Менее Понятно Почему Там Больше То есть 1 1 6 8 10 Так А у меня То есть 10 С той стороны С этой 25 29 33 10 33 Ну Да Наверное Так Получается 77 23 Хм Так Какое Событие Борьба За Доминион Столица Империи Настоящее Место Силы Но сейчас Другие Города Тоже Больше Себя Развивают Ну В общем Новые Новый Цивик Можно Принять Лидерство Либо Автарки Либо Маленький Плюс Один Администратор Хотя В обоих Случаах Плюс Один Администратор Но Он Нужен Это В городах Кстати Я не Помню Надо Ли Самому Сажать Я Вот Тут Видите Ну Под Администрацией Находится Как И Здесь Мне Не Нужен Дополнительный Одесса Больше Можно Видите Написать Один Администратор О Обмен Между Людьми Этого Города Их Соседями Приведет К небольшому Технологическому Прорыву Просто На ровном месте Города Периодически Надо проверять Еще Просто Теху Взял И Открыл Пусть У меня Наверное Надо Вот Эту Теху Открытие Еще Аван Постов Поставить Ас Дешевле Будет Стоить Я Б Эту Вот Эти Территорию Себе Прихватил У этих Ребят Вон Еще Куча Места А у Хетов Еще И Ресурсов Дофига По Какой-то Причине Обидненько Мне просто Интересно Попробовать Чисто Двумя Городами Играть Как Это Будет Кстати А Районы От Джоу Не Остались Так Вавилоняне Поменяли Культуру И стали А так Они остались Вавилоняне Видите Они Остались В этой Следующей Эре Той же Цивилизации Которой Той же Культуры Которые Были Да Так Можно Так Что-то Я хотел Посмотреть На самом Деле А Остался Ли Тут Район Нет То есть Уникальный Юнит Остается А уникальный Район Я больше Строить Не могу Я так Понимаю Вот Новый Только Появился Жаль Кстати Может Все-таки Пирамиды Построить Тут 79 Производства Тут 38 Тут На самом Деле Я Намного Больше Могу Сделать Какие у нас тут На Производство Есть Ну Район Понятно 18 Как вам А давайте Давайте 18 Поставим И Какие тут Строения Значит Это дает Плюс Одно Производство Плюс Одно Производство За Каждый Производственный Район Который Соседствует Друг С дружкой Это Два Производства От леса Кстати Вот это Будет Вот этот район Она сделает Офигительно Потому что Вот видите Сколько леса Вокруг Давайте Добавим После того Как я это Построю Можно будет Посмотреть Сколько Будут Пирамиды Строиться Пока Пишет 13 Ходов Увеличивается Население В обоих Городах Так Кстати Что с Религией Альмекский Политеизм У них Там тоже Религия Есть И Распространяется Ну Пока Пока Не очень Мне понятно Распространение Культуры И религии Сейчас Расскажу Какая-то Цилла К нам По-другому Относится Так Ахамениды Предлагают Торговлю Люксами И У них Собственно Крати Два люкса Кразменения Нету Но я Не могу Не могу Торговать И Куны Предлагают Торговать Вот тоже Видимо Да Мне Наверное Надо Порт Построить Еще Давайте Я Вот После Производства Здесь Еще Порт Построю Тем более Тут Было Место Офигительное Вот Я Хочу Кораблики Потом Еще Сделать Ну Поставим Что там Будет Пирамиды Стоить Игры Можно Производить Стабильность Во всех Городах Снижается До 87% Просто Если Я Сейчас Поставлю Еще Аванпост Это Еще Снизить Но Тут Просто 100% Давайте Я Здесь Поставлю Аванпост Вопрос Только Где Давайте Здесь Разрушит Один Из Торговых Подождите Я Разве Что Я Здесь Поставлю Чтобы Ничего Не Разрушалось Так Теперь Этим Так 120 Я Хочу Все Три Аванпоста Сразу Поставить Эти Я Включу Чтоб Клетки Было Видно Тут Тут Интересное Место И Науки Кучу Будет Давать Вот Кстати Можно Апнуть Воина Видите Ну Почему Нет В общем-то Так 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 Я хотел Сюда Отправить Так, это я там должен Какой-то, кстати, получить А, блин, 10 территорий 10 территорий Не получится, но все равно я хочу Вот эти все территории За собой забить, чтобы уже Так, еще вот эта территория Сюда поставлю Так Так, по науке Ну, самые дешевые пока Открываю потихонечку Не торопясь За очередную звезду получу На 236 славы То есть вот Получение звезд По своей основной специальности Больше всего славы дает Кстати, хетты на втором месте Альмики на третьем Все мои соседи хорошо развиваются А где персы Фиг за О, египтяне стали Кем? Майя Изи От египтян до майя Это тоже как-то влияет Это, видимо, какой-то Лесной массив Целый Вот так Отмечается Кстати, могу напасть Как видите А, это персы Между прочим Что-что, давайте их уничтожим Ну, блин, я тогда предателем Буду Не, подождите Не Пойти посмотрим Какие у нас есть Возможности В плане Общения Только одно что-то могу предложить Для того, чтобы ухудшить Витя соглашение Вам не обязательно Ну, ждать, что ваш соперник Согласится Но Морд Дезайра Будет увеличено По отношению ко мне Ну, в плане Персов Меня это устраивает На 10 Увеличилось Ну, наверное, в следующем ходе Я, блин, не понял Что это персы тут стоят Я думал, это Ацтеки Э, все Альмейки бывшие Которые сейчас У нас в Маурье Может, и тут порт построить 13 еды Между прочим Коваром потом сплавать Можно будет 6 ходов Правда А производственный райончик Производственный райончик Тут не сильно 6 Ну, давайте Сначала Его Сделаем Почему Персы Так и не основали Нигде город Это у нас Показывает районы Блин, я уже пройти Забыл, ребята Вообще Тоже можно Улучшить Блин С хетами у нас Никак отношения Не улучшатся Хеситент А С Маурья Тоже Хеситент Могу Шафран начать Показать 360 А что дает? Ну, он у меня Как бы есть Как-то жалко 360 монет Рати, чтобы проверить Будет ли Двойная выгода О Принял Открыть Столицы Так, а с хетами У нас что? Торговать всем Тоже Принял Ну, я в общем-то Все мы торгую Ну, мне лошади Не нужны У меня Так, их Трое Три Ладно Ну, что Пора Угрызать войну Или там надо Еще три Буду ли я Считаться Обманщиком Вот интересно А, тут Мне надо Береть войну Потому что он На моей территории Кстати Что, автобой Стоял Что-то не пойму Куда Юнит Мой делся Похоже Автобой Старел Так Ну, может Сходить Тогда туда Этими Юнитами А вот Еще Персы Так Между прочим Что-то Уже Дофига Населения Я смотрю Девять Десять Сидят Без дела Стоит нарост А клеток Для жителей Нету В городах Так И тут Аванпост Поставил Ну, у нас В общем-то Только вот Эта клетка Осталась Да Без Аванпостов Давайте Я пока Сюда Пойду Вот это Я, наверное Присоединю К столице Просто хочу Попробовать Двумя городами Чисто Поиграть Насколько Это получится Вот у хетов В каждой Области По городу Хатуса Ойум Гочискан Гочискан А, вы слышите Они этих Минорную фракцию Захватили У Альмеков Я не вижу Видите По первым Цивилизациям По первым Культурам Ну, Сан-Лоренцо Это из Нескольких Состоит Видите Раз Два Три Четыре Пять Я не знаю Может у них вообще Только один город Так, ну я думаю, что я эту присоединю к столице Мы хотят уменьшается стабильность Видите Минус сорок От районов И минус сорок От территорий Сейчас еще меньше Сделаю Давайте пока пирамиды Построю Так, а что там у них Среди районов На двадцать пять процентов И должно быть И должно быть Рядом с рекой Ну, что-то райончик Так себе Ну, вот Рядом с горами Может сохранить Пока Еще у нас Где-нибудь реки есть Вот тут, кстати, река Я просто не знаю Ну, давайте вот сюда поставлю Я просто не знаю Будет ли что-то там Соседствовать рядом О, сюда могу даже больше городов Добавить Прикол И что тогда будет Шесть ходов Но тут пока Тогда Так, давайте я этот район Дострою сначала Класс, да? Можно больше городов Добавлять Апгрейдить только на своей территории Можно Вообще По идее Мне, по-моему Ничто не мешает Вот, например Просто вот эту территорию Своей объявить То есть Я не обязан Вот так Проселяться Чисто Друг Принимать Нету возможности Вот я не пойму Тут добавляется С моего этого здания Завершенный Давайте глянем Вот Плюс Две индустрии От лесов Так добавилось Тут Плюс две индустрии Или нет По-моему Тут четыре И так было Фанатизм А много вообще В хауинге Веры Вообще Пятьдесят пять То есть Нужно мне так Сильно нажать Хотя Жалко жителя То есть Я могу сейчас Принести жертву Жителя Но на пятьдесят процентов Больше веры Станет А тут Будут Приносить В жертву Зверей Тогда Создание юнитов На тридцать пять процентов Ну Создание юнитов Мне не надо Ладно Давайте увеличим Прирост веры Принесли в жертву Людей Как у нас Стабильность Восемьдесят пять Процентов Вроде норм Все-таки Вот тут Он не выжил Что-то я не пойму Куда вот Тут Могли оба Наших юнита Убиться Наверное да Так давайте Автоисследование Тут поставим Так Здесь Заканчиваем Сейчас я О Могу Скаута Проапгрейдить И куда Ага Он Конечно И в Хорсманов Апаются Ну Ну и Норм В Принципе О Слушайте Так они Так Давайте Сначала Высадимся Обратно Его Проапгрейдим Так Так А этой армии Вернемся Персов Прикончим Три скаута Все бегают Вообще Непонятно Нафига Иностранные Аванпосты Имперская Сила Нужно Столицу Перенести Больше Слотов Для армии И еще Один Администратор Еще Один Цивик Получили Минус Три очков Цивиков Но При этом Ну Лидерство Хорошо Кстати Может Перейти 15% Всех Штук Будет Выхлоп В столице Давайте Наверное Возьму Автаркио Я бы Конечно Смещался В эту Сторону Я больше Стабильности Хочется Чем Еды Поэтому Прямо Минус 20% Ассимиляции Так Блин Я хотел Город Присоединить К строительству Чуда Все За 4 Переходы Пирамиды Будут Готовы Что у нас Тут По очкам Еще 5 тех И Все Звезды Будут И вот Тут У меня Нормально Культура Валит Мне бы Еще Райончиков Поднастроить Население Не так Идет Милитаристы Тоже Вряд ли Ну И Экспансионисты То есть Мне Я только 4 территории Смогу Там надо 10 А вообще В принципе Может Вот эту Как-то Присоединить С другой Стороны А Слушайте Так Я и так Могу Лапнуть Отлично Даже Даже Плавая Можно Апгрейдить Так Куда Тут Аванпост Бахнем 170 Кульну Знаете Тут 15 7 3 Нормально Выглядит Неплохо Авто Исследование Где-то А Там Скаут У меня Умер Блин Тут Уже Опять Они Поставили Аванпост Ну тут Ресурсов У Хетов Готов Хеты Готы Дофига Но я могу Плавать Уже Смотрите Я могу Сейчас Поплыть Юнитами Хорошо Могу ли я С хетами Открытые Границы Наконец Или что Тут мы можем Договориться О чем Один Один ход Еще Не о чем А С Маурими Тоже Еще Один Ход Ни о чем Наверное Не выйдем Нападать Чтобы Не портить Отношения Хочется до того континента добраться Ну По славе Опять же Я Нормально Так лидирую Кстати Персы Каким-то образом Две Две звездочки Завоевали Даже Без города То есть Они так и не смогли Город поставить Их Их Ходят Ходили Вот этой Вот фигней Каким-то образом Две звездочки Все равно Получили Поразит Блин Надо тут Авто Вот это они Плохо сделали То есть Ты Я направляю его сюда Но Так как включено Авто Исследование Он продолжает Авто Исследование То есть Надо так Если я выбрал Юнит И Куда ты его Направил То авто Исследование Отключается Спасибо А что тут За желтенький О Микен и Гуны Стали Сюзереном Нубии Ахименидов Интересно Так Давайте Открытые Границы Предложим Они согласятся Если им Сто монет Заплачу Ну В принципе Давайте Так А с этим Парнем Давайте Торговля Всем Могу Наконец Медь Купить За 180 Давайте Сколько У меня Науки 125 Что-то Хеты Мне Еще Предлагают Я Уже Ничего Так А там Кризис Какой-то Подождите Ты Мне Нравится Что я Несколько Территорий Рядом С Их Границами Ага Понятненько Так Ну Теперь Можно Не Плыть Теперь Можно Через Их Территорию Пройти Карта Небес Ну Конечно На Образование Правда Минус Пять Монет Ну У меня Денег Нормально Что Будет Плюс Десять Науки Ну Плюс Десять Науки Минус Пять Монет За Каждый Город То Есть Должно Стать Минус Десять Да Ну Да Так Чё-то Хеты Тоже Не нравится Им С их Территорией Рядом Очевидно Три Кризиса Висит Армия Блин Потеряла Да Вы Прикалываетесь Только Я А Она Может Потеряться Сорян Она Может Потеряться Когда вы в клетке океана Вплываете То Значит Армия Может Там Потеряться Какого фига Он тогда На автор Разведке Туда Ее Отправил Ну Что Постройка Пирамид Заканчивается Yes Мы можем Следующее Чудо А А вот Видите Уже Эти Все Чудеса Разобраны Колосс Родосский Кем Тут Не помню Какая Там Культура То есть У меня Осталось В общем То Статуя Зевса Только Да Что Что дает 20 веры 40 стабильности 10 процентов Денег За каждый Альянс 10 Стабильности В городе Я вон Посте Ну В принципе Ничего Так 425 Культуры Стоит Да Тоже Можно Так Тут Я порт Не достроил Ну Собственно И строится Три хода Дальше О Здесь Я могу Что-то А куда Пропала Технологический Прорыв Сделать Подайте Я в очередь Че-нибудь Тактику Осады Поставлю И Технологический Прорыв Кстати Квадрирема Я бы Хотел Квадрирем Узять 10 ходов Всего Лишь Ну Не хочу Пока Сейчас Я хочу Квадрирем В смысле Нужен А я его Не достроил Еще А Тогда Достраиваем Порт Ну Что Время Покончить С персами Странно Там не было Автобита Почему Я просто Еще Почему Автоматически Победа Там Походу Перс Залагал Просто Автоматическая Победа И все Или он Или он И там И там Нажал Отступить И Отступление Привело К его Гибели Потому что Ему некуда Было Отступать Но Тогда Вопрос Куда Делся Мой Скаут Который Тут Был Это Непонятно Можем Одно Население Принести В жертву И получить Плюс 20 денег На 5 Ходов Можем Начать Инквизицию Принести Одно Население В жертву Чтобы Повесить Стабильность На 5 Ходов Либо Потратить Деньги Чтобы Повысить Стабильность Тоже Вариант Так Где бы Мне Держать Армию Знаете Вот Сюда Какие-то Кризисы С Персами Не знаю На их На них Вообще На них Вообще Никак Не влияет Убийство Юнитов В данном Случа У меня Блин Убили Одного Скаута Я стал Вассалом Кайф Да Так Теперь Наконец Строим Квадрирему Один Ход Дальше Театр Плюс Два Влияния Плюс 15 Ставин Так Значит Вот столица Вот такая У меня Огромная Территория Тут Сейчас Будет Уменьшаться Лояльность Но За один ход Постройки Сквадрирему Потом это построится Она выровняется Так Что у нас На науку Есть Просто Научный Район Здание Одна наука За Население Одна наука За Ученого То есть Это когда Вот тут Они находятся И Просто Пять Науки И Два Слота Для Ученых Давайте Сначала Район Попробуем Посмотрим Ну Вот тут Смотрите Вокруг Меди Очень Неплохо Расположить Тут Уже Есть Район А Надо Мне Научно Мне Нужны Районы В любом Случае Для Выполнения Звездочек А вот Еще Перс Да Ёлки Утомительные Ребята Город Не поставили Теперь Изображают Свою Непрекаянность Странно А почему Я тут Не А Да Тут Слишком Высоко Так Ну че Поплыли Квадриремой Плавать Но я Не могу В море Выходить Вот Это Открытый Океан А есть Там Что-нибудь Открыть Ну вот Это Видимо Да Ког С помощью Когов Мы Сможем Плавать Везде Так Четыре Техи Культура Уже Скоро Накопится Кстати Тут Наверное Тоже Можно На Стабильность Публичный Фонтан Ну Пока Не буду Присоединить Потом Присоединю Эту Территорию О У нас Какая-то Атака Произошла Не пойму Это у меня Две Два Юнита Ну Поварим По-моему Тут Битвы Не Происходят Просто Автоматически Так Тут У нас Авто Исследование Отключим Высадимся Так Мы можем Как-то С аварами Пообщаться Я могу Стать Патронаж Посмотрите Какой тут Этот Экран Этих Городов Государств И Ассимилировать Давайте Патронаж Сначала То есть Тут постепенно Будет Увеличивать Ну тут Слушайте А что тут Вообще Интересного На этом Мосте Какая-то Тундра Тупая И все Здорово Стоит Что мне еще Делать А я могу Их завоевать Нет Не могу Пока Силы Не хватает Да я вон Тим Высажусь Или Все-таки Попробуйте Ассимилировать Ну давайте Еще Денюжки Можно Давать Тоже Так А на что Влияет Где Вот Уровень Патронажа Так Они Злые И У них Есть Город А это Вот Показывает К чему Они Стремятся Видите То есть Они На краю Вот этого Я как бы Далековано Вот это У меня Приближено 21% Ближе К разрушению Чем К дружбе Может просто Захватить их Мне кажется Это проще Просто В данном Случае К дружбе К дружбе В данном Дружбе К дружбе К дружбе К дружбе население растет что еще раз на луку ломануть камень что в городах строить пока что честно говоря отдавайте коняшек объединим и до этой силой мы должны их завоевать еще какие-то независимые люди приплыли они кто это просто наемники так если я поставлю на ну конечно она поплывет прямо в океан блин кстати вон проплыв куда-то еще дальше на господи перцы все еще живы и вообще никак не верю они это явно что-то забаговано походу хотя не минус 8 от проигрыша а так и этих объединим видите со звездочка это уровень получил чувак может побольше научных районов сделать так они там что-то мне меня требуют все отказываюсь от всего что они от меня требуют так поторгуем с хеттами зачем не поторгуем а улучшим отношения ш мэпс согласен за 100 монет нет это меня не интересует у нас тут кризисы есть хорошо а с маурия открытые границы пройдет тоже за 100 нет это не интересно так еще звезду получили за за районы так что один ход до увеличения стабильности поэтому можно в принципе вот эту территорию присоединять как у нас кстати в столице сто процентов отлично восемь ходов уже так что у нас на науку плюс один за население но у меня тут население вообще 12 человек ну блин два хода это строить это за каждого ученого края тут будут сидеть эти просто просто библиотечку так а потом вот этот район странно почему не здесь типа тут уже меньше дает да ну тогда может пока район не строить если у нас какие-нибудь районы рядом с чудом природы вообще кинь бонусы дают а блин это далеко не смогу проверить пока ладно так еще один цирик шосс вообще тут есть религиозные а почему этот как-то не увеличивается я вроде на 50 процентов увеличил в городе а наоборот как-то меньше а я могу религию поменять там уже два кстати у меня 14 последователей а там 15 я пока не буду пока не буду блин армия сейчас потеряется в море я успею доплыть до ухты 40 науки фига тут в море о еще и чудо нашел рара ему первый нашел между прочим блин красивая гора чё делает 5 влияния 10 стабильности и 10 денег ну и так чтоб прям офигеть офигеть видите на следующий ход то есть один ход вы можете в этом море постоять брючут у нас какие-то блин существенно походу не низ не исчезает какой-то глюк вот эти мне высадившиеся ребята очень не нравятся давайте посаждаем посмотрим чему это приведет так у меня еще две территории не нет одна территория не за этим и наверно вот эту территорию добавим к этому городу а вот эту к столице у меня мауре все влияет почему я тут уже какая-то еще цивилизация стала влиять уже откуда-то влияет блин ахаминиды персидские прикиньте я могу просить по репарациях еще еще дополнительные требования нет предлагает от всех претензий отказаться смысл тут явно что-то лагается с персами явно что-то не работает потому что так почему у нас тут потому что ну они не город не смогли поставить не какие-то не проигрывают войну постоянно вот этот появляется юнит как видите почему-то а ну теперь он отступил кстати не битва была он отступил так стабильность возвращается ну чё тут есть смысл атаковать а плюс одна баллиста через ход видите тут убиваются ну тут можно просто стоять он захватится потом так еще одну звезду получил за что за культуру и мне надо еще две звезды одна звезда точно наука тут три техи ну население вон скоро будет ну территории такое так я рядом так а вот эти ребята тут что-нибудь гадят мне да вон разграбят священное место прикиньте без стыдники безбожные ну давайте наконец уникальный юнит жан-че прям две штуки построим а можно и три построить бонус к силе когда стабильность высокая ну соответственно стабильность высокая правда неизвестно что считается высокой стабильностью 91 процент это высокая может тут высокая это когда 103 все культурное влияние непонятно честно говоря да там дописали но типа влияет как оно влияет у нас есть 4 цивика процессии могу проводить в империи либо стоимость религиозных плюс 15 процентов так я так понимаю это идет к деньгам и так по давайте вот это примем чтобы производство выше было ну еще один технологический прорыв я вот не понимаю откуда мы вот это получаем эти прорывы честно говоря 339 науки надо очередь поставить тут сейчас у нас много откроется всякого нет чуть чуть только добавилось стабильность так еда то надо побольше плюс три еды от порта но тут больше хороший порт не ставится хорошо фермерский райончик ну тоже прям супер хотя вот 13 давайте сюда производственный 7 ну такое не буду ставить пока так что у нас возможности по торговле не появились о благовония все-таки может уже поторговать благовония просто я правда опять же плюс 5 денег за каждое благовония 192 а зависит вообще 161 да кстати зависит от того откуда так ладно какие у нас еще есть кати куча вот мрамор например плюс два производства за рабочего за каждый мрамор ну то есть смотрите по идее вот у меня рабочий вот у меня тут 7 рабочих да каждый из них дает 4 производства ну лучше проще так кстати эти раз 28 производства от рабочих написано что на 7 и 4 28 если я сейчас у гунов начну покупать мрамор мрамор 283 то у нас там должно добавится еще 14 производства по идее если я правильно понимаю механику давайте проверим о слушайте у нас там какой-то бэджик новый появился сейчас сначала хочу посмотреть добавилось ли производство как я думаю да блин даже нет все правильно да 14 добавилось было 28 стало 42 теперь я хочу сказать что у нас за бэджик такой блин жалко вот не подписывает я не очень понимаю на что это влияет ну типа видимо хороший торговец мне так кажется так но у меня мало денег я думаю больше ни с кем не могу торговать так как у нас тут осада происходит теология фестиваль отелье манускриптов так что это может на культуру чтобы ну нам предлагают священное место построить потому что нас это разграбили на самом деле оно у нас как бы есть я вот не знаю фестиваль дает два влияния постоянно потом какое то странное о мы сразу тут двоих сделали стоит ли мне нападать или подождать а что это бесконечность стоит блин там руины а я что отремонтировать не смогу это обидненько о слушайте смотрите эти войска стали а не подождите они же они же были белого цвета теперь что-то коричневое такое ощущение что они как будто они какой-то цивилизации стали приобрести принадлежать саби няне так понимаю но я не могу их походу походу это глаз египетский но египта то у нас уже нету а а отдать аванпост и отдать фингалу отказываюсь конечно интересно почему у них есть ко мне претензии то есть они видимо раньше поселились ага видите когда ты селишься близко то они начинаются но у нас вроде с хеттами так я ж только что поговорил затопленные земли ну я бы немного заплатил я помню что я в прошлый раз как то проходил то есть плати 60 чтобы улучшилась ситуация ну хоть как то так тут у нас 5 звезд уже и у хетты ну они уже не хетты они кто они там у нас готы и у мне кажется следующую эпоху надо каких-то милитаристов брать и тут он желание я культурное различие толерантность а хеттов тоже толерантность то есть мы культурно различаемся а ну вот к вавилону стали эти ребята относиться давайте тоже с него потребую то и 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 он предлагает просто отказаться от всех своих требований это очень неинтересно это очень и и и и и то тут у него кто так давайте глянем ну чё повоюем интересно повоюем с двумя я чё-то не обратил внимание что отказавшись я просто войну получаю хреново ну надо везде армию строить походу так тут объединились тут у нас только не понимаю почему тут у нас знак бесконечность а у меня медь перестала поступать поэтому у тебя там война со всеми которыми что-то поставляли так ну давайте гоплитов тем более что они ничего не стоят на плане никаких ресурсов эти три гоплита сразу будет построена здесь афингао меня смущает что слишком быстро грубо говоря ну вот тут у меня правда не уменьшается у готов увеличивается на следующем следующим ходом будет смотреть тут минус 4 из-за влияния так ну тут мало производства тут наверное нету смысл хотя на эти лучников хотя нафига мне далеко у меня эти какие-нибудь апгрейд лучников вот арбалеты да ну то есть я бы уже сюда пошел на самом деле минимум 10 ходов я пожалуй лучников нету смысла пока строить давайте мечников или гоплитов наверное гоплитов наверное мне все-таки бонус за соседство друг с дружкой дают вот так значит эти сваливают я так понимаю можем скакать отсюда так дымкать спокойно ну вот и что я могу это как-то отремонтировать или все если район разграблен то только заново можно похоже на ту вот же ж блин не сначала я тут так стоп почему тут армия не строится сначала мне армия нужна так я думаю пора атаковать так что эта фигня умеет ну хороший удар ну захватить этих и ехать уже туда с ботами и обормотами воевать вот это я так ну вот это я зря наверное скачу грабить что тут явно он может приехать какими-нибудь армиями и мне он там отступил так пошел грабеж я думаю стоит ли присоединять к этому городу или нет кажется пока нет шелча а вот как вообще аван посты развивать а тут что-то внутри могу строить до же китарами могу стать и мечника построим там одно один житель был внутри так и новый цивик можем принять культурное благословение монокультуризм или мультикультуризм культурализм культуризм и . культурализм на 5 ходов дольше обращаются территории плюс 5 влияния в эти плюс 5 влияния умеет уже стоп сто процентов а раньше было серьезное влияние учета учета и мне кажется у них система культуры пока просто багует загрузил патч и уже как-то нормально все показывает что это у него что это за территория обелиск богов это какая-то способность готов что ли какое-то здание готов что это путь может мне вернуться но фото я вижу у этих ребят пока не может быть тебя опять же не всю карту вижу окладно я хочу эту фигню собрать да к себе писали в комментариях где-то здесь должно быть расформирование юниты от искал помню как расформировать скаутов кстати зря искал и вот соответственно вот здесь так какую я за что я еще звезду получил ну кстати еще две техи и но в следующей эре а наверно за количество жителей ну и кстати я территории могу сейчас объявить то есть тут я могу а не могу я эту присоединить так 9 и к этому вот эту территорию присоединить не хватает в смысле написано невозможно присоединить потому что цель грабится тут никто не грабит по-моему просто хочу следующую эпоху эти он давайте закончим ход так мне вот тут аванпост разграбили интересно могут чудеса света ломать то есть вот этот почему разграбили что этот район не был присоединен ни к одному из городов не поймем почему я вот эту территорию не могу присоединить или это город да то есть я мог присоединить вот эту территорию это стало городом но там еще какая-то есть возможность города поглощать самом деле мне в третий город нафиг нужен по-хорошему и здесь подходим если почему они не по дорогам бегут 40 монет да слушайте эти морские кстати более выгодно исследовать энциклопедия будет следующий в следующих версиях доступно а эти разграбили сразу видите какой минус идет минус 10 из-за потери административного центра но тут конечно надо понимать еще логику войн с этим надо разбираться то видите я тут поселился и все сейчас проиграю войну ну тут что-то им надо все-таки править потому что вот та первая война когда извините у тебя убивает одного скаута всего лишь и ты становишься воссалом это согласитесь очень странная а я у него на 340 монет разграбил он мне пограбил там что-то 68 монет да так ну давайте с этим повоюем сначала правда отступит да он даже отступил раньше чем я подошел ну что попробуем тут напасть как бы плюс в мою буду уже поинтереснее битва будет так у него у меня два мечника и два лучника и причем один с уровнем а у него два копей ну то есть копейщики получается против меня нету даже юнитов против которых копейщики нормально работали бы так конечно же мечников вперед лучники сзади понеслась и подище это армия может подойти минус армия а этот а этот вошел в игру до больно ударил сзади но этому парню тоже хана иначе он так слабо мечники поработали о еще звезду получил но за счет того что убил количество 1 а боже еще он решил всю армию слить очевидно мой чуть ли тут стоп что происходит почему меня выкинуло в какой-то это слава богу здесь можно вернуться в битву вы из битв можете тут выходить вам не обязательно тут находиться отлично может быть защиту тут встать так а есть у меня какой-то давайте дефенд да не убил юнита отлично не хотелось просто чтобы не юнит убивали все победа отличная победа я думаю это очень сильно повысит 48 процентов у него 5 юнитов потеряно это дало мне очко да и мы выходим в средневековье но давайте собственно этом я серию закончу как раз средневековье начали я заработал на милитаристах к сожалению не на ну то есть видите за это 302 2 веры тьфу веры славы дали а тут всего там за следующие 52 а так далее не знаю 40 наверное то есть видите в зависимости от вашего стиля игры по видимому или как игра предполагает вот за культуру нам 252 славы дают за науку 302 славы то есть тут надо даже исходя из этого то есть воевать например за не военную культуру странно так я могу посадить как-нибудь изменилось тут же о серии как сразу минус 18 у меня плюс 18 будет кайф нам бы еще как-нибудь альмеков также где-нибудь у нее тоже минус 5 у меня минус 5 за то что он отступил это отступление все влияет на очки войны отличненько ну ладно спасибо что смотрите я думаю для спонсоров продолжения уже будет во вкладке сообщества для всех остальных завтра и здравствуй средневековье это у нас уже третья эпоха а всего напоминаю тут четыре эпохи надо конечно подумать но пишите за кого и давайте покажу вам цивилизации просто какие тут возможности нас византии возможно торговцы ипподром варангиан гардс франки они у нас на еду скрипториум и франкское ополчение требуется два железо помню два коня есть а вот двух стать и глянем где те могу вообще обработать теперь второе железо если чё нет похоже нет даже на карте вон второе железо только где офигеть вот смотрите как уже расселились эти годы то есть может эту территорию все-таки не заселять я вот думаю как бы нормально будет ли такая вот компактная империя получится так дальше ганцы на торговлю ребята мехарист тевтоны производства кайзер дом тефтонский рыцарь а он чё требует для стран ничего не требует тоже два железа то елки кхмеры производства слоны но это вообще без без шансов барай кстати прикольный среди район плюс 2 всего дает за каждую соседей то есть на реках строить у меня там есть реки англичане производства замок длиннолучники ма монголы может монгола взять у меня как раз верно то елки как раз их юниты да коньян блин они слабенький про 29 смотрите юнит джоу по силе такой же как и этот но правда с другой стороны эти стреляющие знаете я вот подумал что надо был монгола взять просто кучу строить вот этих ребят но мне мне их правда до них дойти надо будет сначала плюс сто процентов от разграбления между прочим будет я бы я бы за монголов но это опять же зависит от ваших комментариев я если бы я не воевал я бы наверно у майада взял то что вот на науку опять же пошел бы по науке ну и наконец норсманы считайте викинги ну по-моему не в данном случае я я бы монголов короче но зависит от того как вы проголосуете не проголосуйте что вы напишите в комментариях на самом деле не зависит потому что я сейчас дальше продолжу записывать уж извините но я подумываю на монголов все всем пока играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и